Привет всем! Очень часто в интернете сталкиваешься с такой тенденцией, что в поганой Раше тоталитаризм жара, июль, как пела в свое время замечательная команда, по-моему, Федор Двинятин, я не знаю, может быть вы подскажете, в КВН. И, в общем-то, нет у нас свободы слова. Другая тенденция заключается в том, что, наоборот, распаясьясь все эти там садомиты, трэш-металисты и прочие нечисти, надо бы ввести цензуру, потому что вот бедные дети, несчастные, они это все смотрят и так далее. В этой связи всегда хочется задать вопрос представителям рода человеческого, которые сидят в этом самом интернете. А вот вы сами, скажем, никогда никого не банили, никогда не терли комментарии. Или вот я задам вам сейчас вопрос на следующую тему, чтобы пока я дальше буду вещать, вы подумали и к концу, может быть, ответили на него. Как много ресурсов вообще в интернете, как много авторов, вы знаете, которые позволяют на своих площадках высказываться всем. Даже порой в оскорбительной манере. Это, к сожалению, присутствует, мы сейчас этой темы коснемся. Ну вот просто представьте себе и попробуйте вспомнить, где, как и что. Хотя я допускаю, что большинство из вас, смотрящих это видео и вообще не только это видео, конечно же, комментарии не оставляют. Вот у меня был опыт один раз в одном из видео, я сказал, что нормальные люди обычно ничего не пишут. И там была просто простыня отзывов о том, что да, действительно, никогда не писал. Сейчас вот просто пишу, чтобы сказать, что я смотрю, ну вот, как бы, да, не пишу. Итак, во-первых, я люблю открывать новые истины и сообщать вещи, которые никогда до меня не звучали в эфире. И вот сегодня я произнесу одну из новых совершенно мыслей рода человеческого. Дело в том, что быть несогласным и иметь другую точку зрения – это нормально. Мысль эта крайне сложна, особенно здесь у нас в России. Я не хочу сказать, что это исключительно наша национальная черта, но она нам очень сильно присуща. Дело в том, что мы не допускаем никакой другой точки зрения. И ладно бы мы ее просто не допускали. Нам обязательно надо убедить собеседника в том, что он неправ, и сделать это в максимально оскорбительной манере. И пока мы не добьемся того, что он либо свалит, и мы напишем победный ага, слив защиты, ну или что-нибудь в таком образе, ну, либо что-нибудь в этом духе, то вот мы не успокаиваемся. Конечно, слово «мы» – это я in general говорю, да, выражаясь старославянским языком. Но если просто мы посмотрим про то, что и как пишут под разными совершенно видео на YouTube, в том же самом, где мы, собственно, и вещаем. Вот этот тезис о том, что у человека могут быть другие мысли, другие убеждения, что не все обязаны быть коммунистами или либералами, не все обязаны есть мясо и не все обязаны быть вегетарианцами, не все обязаны верить в Бога, не все обязаны быть атеистами. Человек волен выбирать страну, где ему хочется жить. К патриотизму это не имеет никакого абсолютного отношения. У нас слово «патриотизм» в последнее время сугубо извращенный термин. Это нужно обожать и целовать в жопу Сталина, обвешаться георгиевскими лентами с ног до головы. Я, кстати, вынужден признаться, сделать такой камин-аут. Я никогда не надевал, не надеваю и не буду надевать георгиевскую ленту на себя, хотя у меня мои предки воевали, и об этом у меня есть масса видео. Я не говорю о том, что носить георгиевскую ленту – это плохо. Просто я никогда ее на себя не надену, потому что мой дед не воевал под знаком георгиевской ленты. Просто из уважения к нему. Так вот, ну я понимаю, что этот тезис вызовет очередную волну негатива, поскольку как это так? Все вокруг вот правильные, а это сука в очках, и которая руки в брюки, она вот такая неправильная. Так не должно быть. Поэтому получай наставление в максимально оскорбительной форме. Соответственно, люди разные. Это тоже, знаете, такой тезис, который я периодически произношу, он абсолютно новый. Он просто катастрофически обновляется с каждым видео. И умение вести диалог, дискуссию, ну если вам этого хочется, а на самом деле есть масса людей, которым этого хочется, это признак, ну не просто культуры, это банально было бы, это признак вашей развитости, это признак вашего широкого мировоззрения. К сожалению, мы очень часто встречаемся вот именно с сузостью мировоззрения. Почему я с удовольствием, с превеликим удовольствием взял себе псевдоним мелкобуржуазная амеба, который мне навесили, кстати, так и не выяснили, кто автор этого замечательного бренда. Написал один человек, что это он, но выяснилось, что это не он. Не только потому, что я довольно самоироничен и вообще мне, честно говоря, насрать, называйте меня как хотите, а просто потому, что это как раз показывает абсолютную мировоззренческую убогость тех, кто так выражается. Мелкобуржуазный в 21 веке, а звучит, ну, мягко говоря, отстало, б, с точки зрения какого-нибудь ткача эпохи Первого Совета в городе Иваново-Вознесенское, мы все мелкобуржуазные амебы, открою вам страшную тайну. Опять-таки, с этим тезисом многие не согласятся, и это тоже нормально. Соответственно, быть с чем-то несогласным, иметь другое мнение, это естественно. Если бы мы все были одинаковые, нам было бы просто неинтересно жить. Вот травка, видите, зелененькая, а на ней желтые цветочки. Прикиньте, да, на зелененькой травке желтые цветочки. Не черная земля и белые цветочки, а вот они, понимаете ли, желтые. То есть вся гамма и палитра цветов. И это при том, что я не художник, а художник вам бы рассказал про разные оттенки, сказал бы, что это не совсем желтый, а вот этакий, не совсем зеленый, а вот розетакий и так далее. Соответственно, это такая вот мысль, которая, в принципе, уже набила оскомину, но периодически приходится ее проговаривать. Поэтому люди самореализуются в интернетах именно с целью кого-то в чем-то убедить. На самом деле у них, по сути, нет задачи кого-то в чем-то убедить. По большому счету, и я это видел миллион раз, это просто, ну, проявление одиночества какого-то, нехватки друзей, секса и всего остального. Поэтому идет вал негативных комментариев. Я не хочу повторяться, у меня был выпуск, два выпуска, точнее, чем Россия круче США и чем США круче в России. И вот как раз во втором я говорил о том, что в США очень мало оскорблений именно в комментариях. Мне написали об этом, ну, такие капитаны очевидны, что это потому, что там могут за это засудить, мол, типа, вот поэтому. Так это же прекрасно. Есть инструмент, который регулирует общение в интернетах. У нас просто его нету. Поэтому у нас вот и как бы и начинаются вот эти срачи тотальные. А если бы он был, разве это плохо? Ну, пример из другой области. Вы едете за рулем и нарушаете скоростной режим. Как только вы пересекаете границу с Финляндией, вы сразу соблюдаете скорость. Да ладно Финляндия, в Белоруссию наши господа ездят. Я вот был в блок-туре, меня приглашали в качестве гида в Псков, а ездили мы в Полоцк. И на обратной дороге я прямо вот видел, там едет такая кавалькада блогеров. Один автомобильный бренд это все устраивал. Едем по Белоруссии, все как бы как зайки по Белоруссии, да, чтобы никто там особо не расстроился в городе Минске и всяких других населенных пунктах. Пересекаем границу с Россией. Втопили моментально. Поэтому инструмент для регулирования вот этого оскорбительного потока, он существует, он просто у нас не отработан. И здесь встает второй вопрос. Ну хорошо, вот, ну люди они такие, не все, но вот есть и такие, к сожалению. Хотя иногда складывается ощущение, что все, но это неправда. И здесь включается обратная противоположность идиотизма. Этих людей начинают банить, их комментарии начинают затирать. У меня, к сожалению, ну нет ни возможности, ни времени вот следить за многими там тенденциями, группами, каналами в Ютюбе. Мне просто многие пишут, а иногда даже я использую такой метод, я прошу некоторых своих знакомых посмотреть то или иное видео или прошерстить ту или иную тему и сказать, что там происходит. Ну и они мне отчитываются, говорят, ну типа да, посмотрел, ну конечно да. Зашквар полнейший. И рассказывают почему. Так вот выяснилось, что на самом деле на большинстве площадок существует очень жесткая модерация. Более того, вы заходите в ряд, там не знаю, групп ВКонтакте. И первое, что вы видите, это правила поведения в этих сообществах. Мне, конечно же, объяснять, что это создано для того, чтобы убрать всевозможных там сволочей и дебилов и так далее. Ну и для того, чтобы там была культурная среда. Но на самом деле очень часто это происходит не потому, что людям хочется убрать вот таких вот некультурных нелюдей. А потому что им неприятно, когда пишут какие-то вещи, которые, ну вот, не вкладываются в их концепцию. Вот они считают это неправильным. Поэтому это надо затереть. Или когда ставят неудобные вопросы, например. И самое смешное, что это касается всех. Это касается либерального лагеря. И это касается ватного вот этого коммунистического левого лагеря в том числе. И если со вторым, ну, как-то более-менее все понятно, потому что, к сожалению, часть аудитории, они вот такие, вот знаете, вот как красные хомячки. Им надо, чтобы Сталина любили, а кто его не любит, тот предатель и госдеп. Так вот, либеральная часть аудитории, казалось бы, она должна демонстрировать, ну, некий пример, да. То есть вот здесь как бы полная свобода и демократия. Но нет. Попробуйте на каком-нибудь там либеральном ресурсе написать что-нибудь, опять-таки, там, в тему Сталин великий вождь и так далее и тому подобное, а вы все пидорасы. Но есть очень большой шанс, что ваш комментарий будет подвергнут тотальному уничтожению. И вот это я совершенно не принимаю. Вот, скажем, ну, понятно, что кто я такой. Я мелкобуржуазная амеба, живущая в своем маленьком-маленьком уголку, вот в этом огромнейшем, преогромнейшем интернете. Тем не менее, у меня пишут все. И более того, я даже достаю из спама комментарии, включая оскорбительные. Это не значит, что я никого не баню. Было несколько человек, которых я туда отправил. По ряду причин. Я уже не раз говорил, мне абсолютно насрать, когда на меня льются говны. Мне крайне обидно, когда начинают оскорблять моих коллег или еще того пуще, скажем, ту же самую мою бабушку и мою дедушку, которые, вот, одна была облаканница, а второй воевал на нескольком пятачке. Вот эти вещи я, как правило, пресекаю. Но это случается не так часто. И вторая часть Мирожиловского балета, это соцсети. Там тоже у меня был момент, когда я ВКонтакте практически одновременно забанил двух прекрасных людей. Один был упоротый монархист, а второй был упоротый коммунист. Оба благополучно срали у меня на странице, причем срались друг с другом. Ну и в их глазах я, конечно же, был просто тотальнейший отстой. Ну и вот недавно еще одного дебила забанил, конечно, в Фейсбуке. Года два он у меня самореализовывался там на стене, написал всевозможную, ну, просто достал. Но это исключение с правил. В основном народ у меня чувствует себя совершенно свободно, причем совершенно разный. Вот если почитать, как бы даже вот под последним видео у нас с Егором, так там, в общем-то, пишут все. И любители, и ненавистники Сталина, и всем хлеб-соль. Почему я не тру и не баню людей? Не потому, что я какой-то там, знаете, добрый, и у меня крылья за спиной растут. Причина, конечно, крайне прозаическая мне, во-первых, ну, насрать, ну, реально, да, то есть мне не жалко. Если кто-то самореализовывается за мой счет, я только счастлив. Кто-то решает свои психологические проблемы в интернете за мой счет, я еще более счастлив. Пусть это лучше происходит в интернете, чем в офлайн. Но самый главный тезис заключается в том, что удаляя эти комментарии и забанивая этих людей, мы не меняем картину жизни. Абсолютно. Нам кажется, что все стало хорошо. На самом деле все стало нехорошо. На самом деле все стало еще более хуже. Все стало менее объективным. И мы лишены, на самом деле, возможности смотреть на вещи так, как они есть на самом деле. Именно поэтому я это все оставляю. И когда мне там начинают рассказывать про то, про все, про пятое, про десятое, я говорю, ну вот, пожалуйста, почитайте. И показываю вот эту прелесть. И это снимает массу вопросов. Еще расскажу. Аргументы о том, что это касается исключительно каких-то там малых процентов и упоротых людей, они несостоятельны, потому что, к сожалению, я видел многих людей оффлайн. И видел потом, как они ведут в интернете и наоборот. И надо сказать, что это, конечно, меня впечатляло. Причем были ситуации в обе стороны. Были такие, когда адекватный человек вел себя неадекватно, а другой, от которого как раз ждешь каких-то там вот таких неадекватных действий, вел себя мегаадекватно. Ну и самый главный тезис. Я уважаю свободу слова. Я считаю, что любой человек имеет право высказать свое мнение даже в такой форме. И проблема большинства авторов, ресурсов и так далее, то, что они, как правило, либо затирают эти комменты, либо они отвечают в том же самом ключе, как он написал. Ну то есть, грубо говоря, он пишет, ты дебил, и ему отвечает сам дебил. У меня, конечно, был выпуск про три метода, как победить интернет-тролля, в самом начале, когда я заводил эту рубрику Перецблог. Но на самом деле, реально, очень много случаев, когда ты, начиная с человеком говорить нормально, ну вот корректно, у меня есть жесткое правило, я со всеми на вы в интернете, это не значит, что я вот такой весь воспитанный и мегакультурный в обычной жизни. Нет, отнюдь. Ну просто там вот я выработал для себя такую позицию. И человек начинает автоматически перестраиваться. Многие изменяются. Некоторые мне потом даже пишут в личку. Несколько раз народ писал, но я был пьян. Я говорю, ну поздравляю. Протрезвел? Да, теперь все протрезвел. Этим мало кто занимается. На самом деле, я не хочу сказать, что тем самым мы улучшаем этот мир. Я не питаю никаких иллюзий, потому что дебилов все равно большинство. И, к сожалению, хочу сказать, даже малолетних дебилов, и даже тех, которых вы знаете, но я, к сожалению, не хочу рассказывать про всевозможные внутренние ситуации. Это самая большая проблема, когда есть некие кумиры, и... Ну, то есть для меня не кумиры, а, скажем там, для некоторых из вас. И вот ты в них разочаровываешься, когда выясняешь, кем они являются на самом деле, как они ведут у тебя за спиной, что они говорят про твоих коллег, про твоих друзей и так далее и тому подобное. Поэтому крайне важно даже самого упоротого тролля попробовать погладить. Ласково, как щеночка. Иногда это срабатывает. Иногда люди вспоминают, что они не... Не мудаки, что они ходили в школу и так далее. Есть еще, кстати, такой феномен, когда мне начинают затирать там про то, что вот, я жил в Великом Советском Союзе, а ты, сука, такая, значит... Застал только его самый конец, и какое право ты, падла, имеешь так рассуждать? Я всегда отвечаю, многоуважаемый сударь, вот меня в советской школе научили определенным, как бы, каноном вежливости, да, и поведения, ну, там, не прятать своего лица, не скрывать своими фамилии, вообще не ссать этого, не представляться, обращаться к незнакомым на вы. А почему вас, который весь такой старше меня и все видел на Белом Совете, почему вас в этой самой советской школе этому не научили? Тоже, знаете ли, иногда срабатывает, иногда нет, иногда вот прямо видно, что, ну, вот, как бы у человека какая-то прямо обида, да, такого вселенского масштаба, ну, бывает, что поделать. И в этой связи вспоминается один прекрасный фильм «Народ против Ларри Флинта». Он, вот, мне кажется, это такой краеугольный камень о американской демократии, где пытались человека засудить за порнуху, а он объяснял, что это на самом деле покусительство на свободу слова. И он был абсолютно прав, на самом деле. И, ну, я не хочу сказать, что это, конечно, был великий фильм, но вот он мне очень многое объяснил про американскую систему, связанную именно со свободой слова. Поэтому, финализируя весь этот, может быть, где-то не связанный спич, может быть, где-то не такой стройный, как хотелось бы, свобода слова начинается с вас самих. Если вы хотите свободы слова, ну, посмотрите на себя со стороны. Попробуйте поставить себя на место государства, попробуйте поставить себя на место вашего собеседника, попробуйте быть людьми, в конце концов. И тогда вы увидите, что на самом деле добрая половина этой проблемы, она лежит не в регулировании государства, не в какой-то там системе, она лежит в нас самих. Мы сами олицетворяем эту самую свободу слова. Интернет тому является самым ярчайшим индикатором. Вот это то, что я хотел вам сегодня сказать. И, собственно, как обычно, хотел бы пригласить вас на свои экскурсии в Петербурге и в Москве. Они проходят. Анонсы есть вот там. У меня на странице ВКонтакте. Если у вас нет ВКонтакте, пишите мне на электронный адрес, который я точно там же укажу. Уже собрана фактически группа на Берлин. Я думаю, набирается уже вторая. Если вам интересно поехать в конце года со мной туда, пишите. Я буду там 6 по 9 июня. Намечу точную программу и вышлю ее. И точно так же набирается группа на Париж на конец этого года и на конец января следующего года. Если вам это интересно, пишите. Я вышлю вам все подробности. И еще одно рекламное объявление. У меня есть очень добрый, хороший приятель. Зовут его Саша. Саша гений в двух вещах. В тачках и во всем, что связано с квартирами. Он мне продавал дачу. Он мне помогал покупать мою вторую квартиру. Он консультировал мою тещу. Вот сейчас он помогает моим зрителям, которые на Дальнем Востоке продали недвижимость. Покупают сейчас квартиру здесь в Петербурге. Ну и он, естественно, мне помогал со всеми моими тачками. И до сих пор он вписан во все мои страховки всегда. Если у вас в Петербурге есть какие-то вопросы, пожелания, необходимости в области риэлторских услуг, то вы можете обращаться к Саше. Я оставлю вот там, в описании под этим выпуском, его электронный адрес и страницу ВКонтакте. И его номер телефона. Вы могли видеть, кстати, его в некоторых моих клипах. Меня зовут Гугл, он снимался. В клипе про Трамп он снимался. В клипе про Путина Путин мутит, он снимался. То есть он такой достаточно харизматичный, узнаваемый персонаж. Так что, как могу, продвигаю своих всевозможных знакомых. Ну, а мне пора идти на футбол. Тут по понедельникам мы дуемся с коллегами с бывшей работы. Вам спасибо. Комментарии вот туда. Увидимся. Пока.